Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу распаковать с вами посылочки со своими новыми раскрасками. Посылок будет не слишком много, но в целом достаточно. Все ссылочки на иллюстраторов данных книг я оставлю вам внизу в описании. Надеюсь, что вам будет интересно. И мы приступаем к распаковке первой книжки. Вернее, мы уже к ней приступили. Итак, книжка, как вы видите, довольно хорошо запакована. Дошла она до меня всего за пару недель. Это очень быстро, могу сказать. И это раскраска Dunkelbund. На нее уже выходил обзорчик. Потрясающая раскраска. Вы, наверное, спросите, зачем я показываю распаковку, если обзор уже был. Просто многие любят, многим интересно. Далее раскраска Dark Fantasy. Я почему-то потеряла кусочек именно распаковки коробки. И, по всей видимости, он удален. Потому что я всю галерею посмотрела и ничего не нашла. Нашла только вот эту часть, где я достаю раскраску из пакетика, а также показываю вам открытку и визитку автора. Кстати, очень приятно всегда получать такие дополнения к заказам. Особая какая-то, не знаю, атмосфера, что ли. Люблю коллекционировать такие вещи памятные. Пишите, кстати, в комментариях, любите ли вы собирать открытки или вам как-то все равно. Далее это распаковочка нашей русской раскраски. Вернее, это русское издание шведского иллюстратора. Раскраска появилась у меня достаточно давно. Я думала снять на нее обзор, но обзоров уже достаточно много на YouTube. Вот поэтому напишите, нужен ли вам обзор на эту книжку. Это «Магический дом Ханны Карлсон». Если нужно, то я, конечно, сниму. Вот, в принципе, я думаю, стоит снять, потому что у меня обзоры на все книги Ханны были на канале. И, возможно, кому-то будет интересно именно мой обзор посмотреть. Но в любом случае, я прислушаюсь к вашему мнению. Как всегда, это обложечка soft-touch. Бумага на ощупь, ну, такая же, как и в предыдущих двух частях. Но я могу сказать честно, я не раскрашивала ни маскарад, ни лес, ни вот этот, собственно, «Магический дом». А следующая книжка у нас, на самом деле, даже для меня сюрприз, потому что я уже забыла, что было в этой упаковочке. Но я помню, что эта посылка шла ко мне долго. Я думала, что она потерялась, но нет. Нет, все же мне потом пришло оповещение, что посылка прибыла на территорию России. И это, на самом деле, просто потрясающая раскраска. Обзорчик на нее также уже выходил. Но вы сейчас видите, поймете, что это просто супер-книжка. Она была очень красиво запакована, поэтому я тоже решила вставить сюда распаковку. Кстати, кто заметил, сколько раз за это видео у меня сменился маникюрчик. В общем-то, это раскраска «Грация сальва», «Эмма с Тейл», «Сказка Эммы». В комплекте также были небольшие подарочки, открыточки, закладочки. В общем, красота. Подробнее тоже можно увидеть в обзорчике. Обзорчик я оставлю в описании. Было жалко немножко распаковывать эту красивую красную оберточку. Но безумно хотелось посмотреть на раскраску. Я могу сказать, что она вообще никак не разочаровала. Очень толстая, очень красивая, потрясающая книга. Но, в общем-то, все ее плюсы я озвучивала уже в обзоре. Вот, она у меня подписана от автора. Это прям безумно приятно. Обожаю. У меня уже, наверное, коллекция книг, которые у меня подписаны от иллюстраторов. И это просто прекрасно. Ну, если вдруг кто-то не видел обзор, то здесь, получается, иллюстрации к Ингтоберу. И есть просто развороты в точку для того, чтобы их оформлять как ежедневник или, может быть, записывать какие-нибудь там стихи, еще что-то. Ну, и теперь мы переходим к двум посылкам, которые мы пришли в один день. Вот эта белая коробочка. Это просто невероятная гулиона. Раскраска из США, которая шла около трех месяцев. Мне кажется, что ее действительно где-то потеряли, а потом нашли. Обзор тоже уже был на канале. Как ни странно, раскраска от Адель. Не буду произносить фамилию, чтобы не исковеркать. В комплекте тоже была визиточка. Не знаю, все равно приятные такие вот штучки. Даже просто как визитка автора. Но мне кажется, это классно. Получить такую штучку в подарок. И сейчас мы с вами распакуем посылочку побольше уже, наконец-то. Это раскраски, которые мне пришли из Арт Нары. На самом деле, даже не знаю, когда будет ближайший заказ еще. Потому что я решила немножко приостановиться в покупках таких иностранных дорогих раскрасок. Ну, вы сами понимаете, по каким причинам. И поэтому здесь пришли книжки, которые я заказывала еще до, мне кажется, января. Мне кажется, да, я их где-то заказывала в декабре-январе. Ждала, пока они придут к Юле. И вот в апреле я получила уже посылочку с этими книжками. Или в конце марта, может быть, даже. Или в конце марта, или в самом начале апреля как-то так это было. Здесь вам уже видно раскраску верхнюю. Обзоров у меня пока на них не было. Но я думаю, что в скором времени, возможно, сниму. Если вам интересно, опять же, посмотреть, то пишите в комментариях. Надеюсь, они будут открыты. Итак, это раскраска Disney Babies. И еще две книжки. Вот я здесь снова показываю красоту, которая мне пришла. Не знаю, очень классная раскраска. Опять же, все в обзоре рассказала. Единственное, она на склейке. И здесь не всегда удобное расположение иллюстрации. То есть там есть картинки горизонтальные. И они так расположены, что нужно раскрасить от корешка. А это не всегда удобно. Но в целом раскраска замечательная. Вот, и книжечки, три раскраски из Арт Нары. Это Disney Babies. У меня есть Disney Babies круги. И вот теперь есть обычная. Недавно вышла эта раскраска. Здесь супер милые иллюстрации. Особенно мне нравятся принцессы маленькие. Они прям ультра милашки. Симба тоже очень классная картинка. Ну, известные, в общем-то, сцены из мультфильма, мультсериала. Вот так выглядят картинки. То есть в целом видно контур. Можно догадаться, кто будет на иллюстрации. Сейчас, на самом деле, у Ашет вышло еще... Ну, раскраски, наверное, три. Диснеевские. Но я даже не знаю, буду ли я их вообще покупать. А тем более, буду ли я их покупать сейчас. Но сейчас точно не буду. В дальнейшем. Вторая раскраска. Я ее безумно хотела. Очень рада, что она у меня появилась как раз к лету. Это Тропики. Здесь просто неимоверно крутые иллюстрации. Они разнообразные. То есть здесь есть и пейзажи, и люди, и животные, и просто какие-то узоры. И все на летнюю тематику. То есть это прям классно. Ну, посмотрите, на самом деле, какие крутые картинки. Я, когда увидела обзор, сразу поняла, что мне нужна эта раскраска 100%. И, в общем-то, успела ее еще купить по приемлемой цене. Так что мне, можно сказать, повезло. Вот. Картинки здесь, ну, в плане рисовки, довольно удобные. Посмотрим на готовые результаты. Я вам обязательно, конечно, покажу, как я раскрашу. И раскраска, которая должна была еще прийти к Новому году. Но, к сожалению, там задержалась доставка. Вот. Поэтому только сейчас у меня появилась. Но ничего страшного. Это Coloring Heaven журнал от Fabian Etanasia. Выпуск. Рождественские традиции. Очень крутой журнал. Буду в декабре обязательно его раскрашивать. Хотя бы несколько работ хочется успеть сделать. Вот. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Веля. Всех люблю, целую обнимаю.